Ежегодно 20 марта во всем мире отмечается Всемирный день здоровья полости рта. Этот день стал одним из наиболее важных событий в мировой стоматологии и считается днем провозглашения основных ценностей, которые каждый врач-стоматолог несет своим пациентам. В этот день мы особенно стараемся обратить внимание на то, как много значит стоматологическое здоровье в жизни каждого человека, проинформировать о мерах первичной профилактики, а также помочь в формировании мотивации к ведению здорового образа жизни. Увы, но заболевания зубов и патологии периодонта широко распространены, в том числе и в Республике Беларусь. Это большая социальная и экономическая проблема. Ежегодно к врачам-стоматологам осуществляется более 15 миллионов обращений за стоматологической помощью, ставится более 8,5 миллионов пломб и изготавливается более 550 тысяч зубных протезов. Лучшее лечение – это профилактика випт легких кариес, кровоточивость десен или наличие зубных отложений или налета могут оказаться не только первыми признаками тяжелых заболеваний полости рта, но также указывает на наличие других болезней в организме пациента – от инфекционных до диабета. Доказано, что заболевания полости рта влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря визиту к стоматологу можно выявить такое заболевание сердечно-сосудистой системы, как анемия. Анемия проявляется в полости рта бледностью десен или языка, иногда даже синюшным оттенком. Качество наших зубов, их количество, состояние будет влиять также на желудочно-кишечный тракт. Пища не будет измельчаться и перерабатываться должным образом, что в свою очередь будет нарушать работу пищеварения. Если при осмотре у стоматолога выявляется воспаление десен, их отечность и кровоточивость, долгое заживление после удаления зубов, это может свидетельствовать о сахарном диабете. Заболевания полости рта могут оказывать влияние на течение сахарного диабета. Стоматолог при осмотре также может выявить различные инфекционные заболевания, заболевания иммунной системы, обнаружить новообразование и направить на дальнейшую консультацию к другим специалистам. Это позволит выявлять и лечить болезни на ранних стадиях. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что посещение стоматолога раз в год обязательно не только для лечения местных проблем полости рта, но и других различных заболеваний. Любое заболевание, в том числе и стоматологическое, легче предупредить, нежели лечить. А для этого нужно запомнить всего ряд простых правил. Правильная гигиена полости рта заключается в домашней чистке зубов минимум два раза в день. Стоит помнить, что для полноценной гигиены зубной щетки и зубной пасты недостаточно. Необходимо также использовать зубную нить и ершики. Помимо этого стоит проводить профессиональную гигиену полости рта. Чтобы сохранить улыбку красивой, кроме ежедневной гигиены рта, необходимо правильное питание. Самое главное – ограничение частоты потребления углеводов. Помните, что поступление сахара в любом виде, будь то это полноценный обед, одна конфета или глоток сладкой газировки, для организма это полноценный прием пищи. При увеличении количества приемов пищи страдает здоровье не только полости рта, но и организма в целом. Ну и конечно же, очень важный пункт в поддержании здоровья полости рта – фтор, содержащий зубные пасты. Они рекомендуются для постоянного, ежедневного, двукратного применения при чистке зубов. Норма содержания фтора в зубной пасте для взрослых – 1500 пипимоль. Соблюдайте гигиену полости рта, не забывайте о профилактике, и тогда поход к стоматологу точно будет приятным и безболезненным. Василий Набузкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.